Алекс Джеймс, отдыхаясь с девушкой в бухте Уэсли, обнаружили недавно затонувший катер СиАрэй. Человек, который занимается перевозками авто, также помогает с куплей авто с аукционов и переправкой в другие страны и штаты, посетил заброшенный дом в США. Оставили все и ушли. Мужчина обнаружил на придомовой территории старый пикап, внедорожник, шевроле и два дома на колесах в виде автомобиля и прицепа. В 2003 год машина была зарегистрирована последний раз. Смотри, молотки, вот уже машина забита всякой фигмой. Да, это какой-то CD-плеер, крутой, кстати. И радио здесь есть. Не знаю, на ходу они, с чемоданами и с мышами. Крыша у него уже ломалась. Никому не надо. Дон на колесах. Кстати, вот эта модель одна из дорогих в Америке. Никому не нужен. Что-то упало тоже на крышу, порос он травой. Моторная лодка. Тоже стоит здесь, никому не нужно. Мотоцикл. Вот он, красавчик, лежит. Газонокосилка. Короче, есть все, что нужно для жизни. Скатывать, срыхливать, прицеп какой-то. Холодильники. Велосипеды, кондиционеры, магнитофоны. Монополь. Камера. Осталось. Моторола. Калон. Магнипола, народ. Опа, винтажик подъехал. Первый Sony PlayStation. О, народ, смотрите что. Только представьте себе, он был выпущен 29 лет назад. Вот это весь. Вот и джойстик к нему даже есть. В общем, что случилось с этим домом? Со слова автора видео, дом затопило и семье выплатили полную компенсацию. Не знаю по какой причине, но они бросили все свои нажитки и уехали. Теперь этот дом со всем этим добром продает государство за 200 тысяч долларов. Очень много магнитофонов. О, вот еще приставки, смотрите. Еще один телефон. Сенсор какой-то. Ух ты, сколько тут мешей. Фу, блин. Вот это парад, ну. Вот это плеер. У кого был такой плеер в 90-х годах, тот реально был модный парень. Прожектор походу. О, я нашел первый Apple. Смотрите. Еще один телевизор в 80-х годах. Еще один телевизор. Место обалденное. На одном из пляжей Флориды парень нашел с помощью металлоискателя 14-каратное золотое кольцо с аметистами и маленькими бриллиантами. Охотник за сокровищами Брайс приехал исследовать затонувшую яхту. Охотник за сокровищами Брайс. Также исследовал затонувший катер. Ребята из США посетили заброшенный особняк. Дом был построен в 2006 году и стал брошенным после гибели отца и сына в авиакатастрофе. Они врезались на самолете в гору. Мать не потянула финансово такой огромный особняк и съехала с него, выставив на продажу. По слухам, отец был врачом мафии. В доме осталось очень много дорогих вещей. Ценная мебель. Осталось много шмоток и дорогих кроссовок. Блядь, что за тяги? И такие бархатные тяги, ребята. Ух. Дорогая косметика. В гараже два кабриолета Вольсваген и Мерседес. Дорогая косметика. Смотришь на все это и понимаешь, насколько это бессмысленно без дорогих тебе людей. К счастью, можно перейти двумя путями. Первый путь – внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь – это путь духовного развития и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако эти два подхода неравноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в черных красках, если вашему сердцу чего-то не достает, вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя не окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях. Субтитры создавал DimaTorzok На высохшем озере парни обнаружили затонувший катер. Джесси отправился на то же озеро спустя некоторое время и вот как сейчас выглядит катер. Все окончательно высохло и заросло травой. Также обнаружил гидроцикл и еще один катер. Парень из Флориды нашел на пляже с помощью металлоискателя золотое кольцо Кортье 750-й пробы. Такое кольцо стоит в районе 2000 долларов. Также ему посчастливилось найти экшн камеру GoPro Hero 9. Мужчина, который занимается перепродажей домов в США, приобрел очередной проект и нашел заначку. Кстати, по словам автора видео, купили дом за 165 тысяч долларов. Вложив в ремонт 15-20 тысяч, его можно будет продать где-то за 220-240 тысяч долларов. Спустя неделю, когда мужчина вернулся делать ремонт, укладывая ламинат, начал находить заначки под карпетом по всему дому. Все деньги были спрятаны возле воздушных путей. В общей сложности удалось найти 740 долларов. Охотник за сокровищами нашел на пляже бриллиантовый золотой браслет Тиффани 750-й пробы стоимостью 7000 долларов. Вес браслета почти 36 грамм. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok